К Христу. Как? У вас там всё хорошо? У нас всё хорошо, потому что мы верующие христиане. Да? И мы держим в руках эту книгу книг. И живём по ней. Скажите мне, пожалуйста, а измена девушки – это грех? Что девушки? Измена девушки – это грех? Какая измена? Она должна дома сидеть, пока замуж не выйдет, пока не повенчаются. Какая измена? У мусульман её сразу бы повесили. Она не девушка, если она уже там крутит. Она шлюха. А? А это? А когда мужик и бабе изменяют, это тоже грех? Что сделали? Когда мужик и бабе изменяют, это грех? Тоже грех нельзя. Это прелюбодей называется, изменник. Его ждёт огонь вечный в аду с сатаной вместе. Только не ругайтесь, ни одного слова не говорите плохого. Ага, понятно. А это? И когда вообще, по идее, на какой день недели можно заниматься сексом с женой? Ну, не накануне воскресного дня. Это запрещается. Сейчас у нас идёт рождественский пост, во весь пост, это шесть недель. Муж и жена законы, друг друга не знают. Ну, это нельзя, да? Нельзя так. Люди жили-то не для того, чтобы валяться. Возьми, в России, до революции, каждый год пребывало население 3-4 миллиона. А сегодня по миллиону убывает. За время перестройки только эти блудницы сделали 120 миллионов абортов. Страна погибла в животе и в вагине женщины. Это что, нормально? Бог не взыщется от этой страны. А отлезть, да, вообще? Что? А отлезть? А отлезть, да. Вечное мущение к сатане. С сатаной вместе люди будут мучиться в огне, и конца края не будет мущением. В Библии написано так. Кто будет веровать во Христа и креститься, спасён будет. А кто не будет веровать, осуждён будет. Евангелие от Иоанна, 33-26 говорит. Говорит, верующий в Сына Божий имеет жизнь вечную, что Христос умер и воскрес для нашего оправдания. А кто не будет веровать в Сына, осуждён будет. Нифига. Да. В 25 главе Евангелия от Мафея написано. И пойдут грешники в муху вечную, а праведники в жизнь вечную. А рай есть, да? И рай есть. А там как? А что, и как, никто не знает. Это написано, глаз не видел на земле, ухо не слышало и на сердце не приходило. Мы вообразить не можем, что. Какая сладость и радость. Притом вечно смерти не будет, болезни не будет, воздыхания не будет. Никогда конца не будет райским радостям, какие Бог дал. И люди всё это пожертвовали ради сегодняшнего, скотского удовольствия, в кавычках. А вот, а когда свинью или бука на мясо кольц, это грех? Что делает? Повторите. У вас что-то мотается? Непонятно. Когда свинью на мясо или бука на мясо режутся, это грех? Не грех, это разрешается, и Господь это дал. Потому что, когда человек согрешил, вся тварь сделалась смертная. Адам и Ева согрешили, запретный плод взяли. И эта смерть перешла во всех человеков. И за это время, за 7527 лет, умерло уже больше ста миллиардов людей. Как страшен грех. Но жертва Христа, что Он умер за нас, кровь пролил, страданием на кресте, меня Он искупил. Мы спасаемся верой во Христа, что Он взял наши грехи. И я прошу Отца Небесного простить меня ради Христа. И Он прощает. А теперь живи под заповеди Божьим. Гори огнём любви к Богу, к ближнему. Мясо не каждое можно. Вот у мусульман, допустим, свинину нельзя, другое. У нас, у христиан, разрешается всё. Но мы никакого мяса не едим. Вот наша община. Вообще никакого. Не говоря там пиво или брошка, или вино, пиво. У нас ничего этого нет. Вот мне 81 год. Я ещё ни одной таблетки не съел. Хотя прожил жизнь всю в тяжёлом труде и в испытаниях. А вы, ну это, ну это, скажем... Не торопитесь, потихоньку, не торопитесь, не волнуйтесь. Потихоньку. А вы сколько лет занимаетесь Библией этой? Библией я занимаюсь 57 лет. А до Библии я жил, знал, что Бог есть. Мама сказала, нельзя в пионер вступать. Нельзя там с женщинами дело иметь. Нельзя пить, курить, материться, воровать. Меня Бог от этого спас. И после армии в 23 года мне впервые Господь дал Библию. А в это время я уже работал на корабле. Учился в мореходном училище. И у меня всё было. И сила, и здоровье, и деньги. А в душе пустота. И вы дали Библию, через полчаса я был другой уже. И теперь я пошёл. И за это меня сажали. Я пять тюрем прошёл за это. Выкручили, вымораживали. А теперь я как политзаключённый реабилитированный. А у вас дети есть? Всё есть, что требуется для спасения. А жене сколько лет? Да зачем тебе это знать? Зачем? Это вопросы не по делу. Я врач и пришёл к вам, к больным людям, которые Бога не знают. И поэтому врачу вопросов вообще не задают. А один вопрос. Можешь ли ты вылечить? Можешь ли дать мне лекарство? Лекарство одно. Иисус Христос, который умер за нас. А это праздные глупые вопросы. Какой мой рост? Какой вес? Я могу вас спрашивать, а вы нет. А почему? Потому что вы не верите в подлинность. Мы желаем, чтобы вы были другими. Грамотными, разумными. Так, если хочешь больше узнать, ты запиши два слова. Это будет ключ к нашим ресурсам. Игнатий Лапкин, два слова. Игнатий Лапкин, это я. И ты по скайпу меня сразу найдёшь. Я один в интернете. У нас очень большой в Ютубе канал. Называется «Во свете Библии» Игнатий Лапкин. У нас там 18 400 роликов наших. Посещаемость 44 миллиона. Надо в церковь ходить православную. Сходить на исповедь к священнику. Господь даёт жизнь. А неверующий у него развод будет, и никакой жизни не будет. Жена изменяет всякая мерзость. Надо посты соблюдать. Сейчас рождественский пост идёт. Ты молодой, поэтому... Тебя как звать-то? Меня? Да. Толя. Анатолий? Анатолий. Это означает по-русски «восточный». Как бы на востоке родился. Восточный – это спасительная сторона. Вот я Игнатий, означает «неизвестный». А по-латынски «огненный». У меня всё совпадает. А Мирослав – это русское имя? Мирослав – да. А София? А ещё что? София. София? Это означает греческую мудрость. Премудрость. Премудрость, она должна быть во всём разбираться. Такое ей данное имя. Ага. Понятно. А жена, что думаешь? Знаю, да. Ну, ты же, он сделался, я просто не обожала нахуй, я спрашиваю, я ничего не буду делать, я не буду. Верующая? У вас в доме есть такая книга? До свидания. Помолиться, помолиться. Да вы на него не смотрите, не оглядывайтесь. Верующему не надо никого стыдиться. Он Творца признаёт. Сюда, чтобы возвестить людям великую радость, что за наши грехи на кресте умер Спаситель мира Иисус Христос, и воскрес третий день, и дарует спасение всем, кто раскаивается, чтобы люди жили в мире и в любви Божией, чтобы после смерти они получили рай, а не ад. Слава Богу. Евангелие от Марка говорит так, кто будет веровать и креститься, спасён будет, а кто не будет веровать, осуждён будет. Сатаной вечно гореть в огне. Слава Богу. Вот здесь рулетка эта, все пьют непрерывно, блудный огонь пытаются залить. Половина мужиков голая, процентов 90 мусульмане. Самое богомерзкое, хульное, всё здесь собралось. Разврат, женщины что творят. Мужчины тут анонизмом занимаются и показывают органы, матерятся. И мы пришли сюда как к больному обществу рассказать о любви Божией и о гневе Божьем, который грядёт на эту вселенную. Правильно. Если у вас есть желание познакомиться ближе, могу сказать, у нас очень большие ресурсы. Вот у меня YouTube-канал, во свете Библии называется. Канал. В нём 18 400 роликов. Мы строим деревню православных. Так не курите, у нас не положено разговаривать, когда курят. Подождите маленько. Подождите. Если вы по скайпу зайдёте, скайп, такая система, Игнатий Лапкин, вы сразу на меня выйдете. Мы строим православную деревню с нуля, где нельзя лгать, пить, курить, материться и воровать. Извиняюсь, дядь, я православный. Я православный, честно православный. Это хорошо. Надо ходить на исповедь к священнику, посты соблюдать, если ты православный. Оденься. Наколки не делать на себе. Это запрещает Господь. Мы храм Божий. Наколки тоже православные. Православный этого не делает. У нас запрещается это делать. Господь говорит, не делай нарезок и наколок. Письма на себе. О, ну вот видишь как. О, дядь, ну вы, нет. Вы как-то так говорите, как будто после похмелья. Такая буду после похмелья. Только не ругаться. Ни одного плохого слова не говорите. Не обязательно мне куда-то сходить. Вы зайдите на наш ресурс, YouTube. Во свете Библии, Игнатий Лапкин. Вы там увидите, какая жизнь настоящая идет. У вас вопросы есть какие-нибудь духовные о душе, о вечности? Да. Колы я сдохну. Что? Колы я сдохну. Ничего не пойму. О, я сдохну. Что, сдохнет, то вы сами себе не рады, что ли? Нет. Да ты что глупости говоришь-то? Тебя Бог сотворил, ты не имеешь права так думать. Тебя как звать-то? Звать как? Саша. Саша? Это означает защитник. Александр, ты одумайся, что ты сказал. Сними шапку, когда молишься-то. Извиняюсь. Нельзя этого делать. Тебе Бог дал жизнь, а она тебе не принадлежит. Наше тело называется храм Божий. И кто храм разрушит, Бог говорит, покарает того Бог. Покайся в этом грехе и больше не думай никогда. Такой молодой, красивый парень. Ты что делаешь? Изблудился окончательно. Вдребезги разнес себя. Окончательно, дядя. Перестань даже думать об этом. Так, опять куришь. Не положено, что вы зачем же стараетесь подыграть, или такая есть. Мы должны рассказать о Боге, что ожидает людей. Прикрой свою грудь, дочь моя. Я вам плохого не скажу. Мы пришли рассказать о любви Божией, что Иисус Христос умер за всех людей.